Они прошли в открытом и конструктивном ключе. Мы обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Визит господина Нетаньяху приурочен к 25-летию восстановления российско-израильских дипломатических отношений. Отношения наши еще, конечно, более глубокие. В 1948 году были установлены дипотношения, и Советский Союз был тогда первой страной, которая признала государство Израиль. Мы в своем заявлении сегодня отметили, что за прошедшую четверть века после восстановления дипотношений сотрудничество между нашими странами динамично и плодотворно развивалось. Мы, выстраивая наши планы на будущее, можем опираться на прочный фундамент доверия и понимания. Когда мы обеспечиваем условия для АТИД, мы можем обеспечить обеспечивающих 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 отношений. Серьезное внимание уделили и вопросам торгово-экономических связей. Неблагоприятная ситуация на глобальных рынках отразилась и на нашем торговом обороте. Мы говорили о том, какие резервы можно задействовать для стимулирования экономического сотрудничества. Уверен, что стимулом для развития деловых связей могло бы стать и создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем. Неблагоприятная ситуация на протяжении экономического сотрудничества и Израиля. Недавно в Астане мы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу говорили об этом. И в этом году будут запущены предметные переговоры на это еще. Что касается отдельных направлений сотрудничества, то здесь можно отметить успешные взаимодействия в высокотехнологичных сферах, таких как авиастроение, фармацевтика. Израильские партнеры работали вместе с нами по самолету Суперджет-100. Подключились к созданию систем управления надежностью и логистики нового российского самолета МС-21. Один из ведущих мировых производителей лекарственных препаратов, израильская компания ТЭВА, в октябре 2014 года открыла в Ярославле фармацевтический завод. Еще один из интересных проектов налаживания сотрудничества по использованию природного газа в качестве моторного топлива. Хорошие перспективы открываются в сельском хозяйстве. Израильские производители существенно могут нарастить свое присутствие на российском рынке. С 2013 года функционирует российский и израильский центр агротехнологии. И его первым проектом стало создание в Чеченской республике инновационного молочного кластера с общим объемом инвестиций порядка 1,5 миллиардов рублей. Продолжение следует... Отмечу и активное развитие межрегиональных связей. Объем торговли, скажем, Татарстана с Израилем в 2015 году вырос в 4 раза сразу. Среди традиционных приоритетов поддержания плотных гуманитарных контактов в Израиле проживает полтора миллиона выходцев из России и бывших республик СССР. Будем наращивать взаимодействие в сфере образования. Сейчас в России получают образование порядка 440 граждан Израиля, из них 110 за счет российского бюджета. Реализуется программа студенческих и преподавательских обменов. Израиль – одно из наиболее популярных туристических направлений для России. Думаю, что и количество наших туристов в Израиле будет увеличиваться. На наших встречах мы говорим всегда и очень чувствительные для нас теми, имея в виду память о Второй мировой войне. Наши народы вместе боролись с нацизмом и заплатили за победу огромную цену. Поэтому мы обязаны и будем хранить память о героях и жертвах той войны. Противостоять попыткам переписать ее итоги, забыть трагедию Холокостта. Мы уделили большое внимание и международной проблематике. Естественно, речь шла о непростой ситуации в Ближневосточном регионе, в том числе и в Сирии. Принципиальную позицию мы подтвердили также и по вопросу о прочном мире на Ближнем Востоке, включая палестинский трек. Мы выступаем за всеобъемлющее и справедливое урегулирование Палестино-Израильского конфликта. Сейчас востребованы активные совместные усилия, в том числе в рамках Ближневосточного квартета. Россия готова принять участие в этой работе. Говорили также о необходимости совместными усилиями противостоять международному терроризму. Израиль знает, что это такое, не понаслышке. Борется с терроризмом. И в этом смысле мы безусловные союзники. Будем укреплять контакты с израильскими партнерами в этой сфере. И в заключение хотел бы поблагодарить господина премьер-министра за обстоятельный откровенный диалог и за его сегодняшний визит. Президент Путин, я хочу поблагодарить вас. Президент Путин, я хочу поблагодарить вас за теплый прием в Москве и здесь, в Кремле. Мы закончили сейчас очень эффективно и обширно рабочую встречу. Она эффективна для интересов двух стран, двух народов. Мы подписали несколько важных договоров для обеих стран. Я хочу поблагодарить вас за вклад, который вы внесли в продвижение всех этих договоров. И многих других, и сотрудничество, которое вы так замечательно описали в своих словах между нашими странами. Мы отмечаем сегодня 25 лет возобновление дипломатических отношений между нашими странами. Я помню эти дни. Эти первые годы после восстановления дипломатических отношений. Я помню, как я принимал участие в встрече Ицехака Шамира и Эндрея Громико в Нью-Йорке. С тех пор наши взаимоотношения развивались систематично и с успешным темпом. И этот визит, несомненно, некоторый очень важный этап. Было очень прочный мост для возобновления отношений и для тех эмоциональных отношений, которые есть между нашими странами и народами. Мы никогда не забывали и никогда не забудем ту огромную роль, которую внесла Россия и внес российский народ в те усилия, которые были предприняты для победы над нацистской Германией. Параллельно здесь, на Восточном фронте, параллельно тем усилиям, которые предпринимались на Западном фронте. И тот памятник, который был сооружен в Натанья, это явное конкретное выражение нашей с вами совместной исторической памяти. Но был также гешер хай в дебутах, что ламала миллион из наших стран, которые приехали из страны, они добрые русские, и они живут, как шагиры, неплохие между нашими странами. Это более миллиона русскоязычных израильтян, приехавших из стран СНГ, которые служат замечательным и реальным живым мостом для развития наших отношений. Мы сегодня отметили и обсуждали, как прошли первые 25 лет после восстановления депоотношений. Но в основном мы сосредоточились в попытке посмотреть вперед, как будут выглядеть следующие 25 лет наших отношений. Мы сотрудничаем в области технологии, инновации, хай-тех, в области экономики, торговли, культуры. Культуры. Еще раз, мы видим пример этого культурного сотрудничества в замечательном событии, который будет происходить сегодня в Москве. В области многих других областях мы развиваем нашу сотрудничество. Мы надеялись о конкретных вещах, в том числе о том, что в области развития технологического сотрудничества будут конкретные люди, с обеих сторон, задачи которых и ответственность которых будут работать над углублением этого сотрудничества. Я отметил, что мы очень ценим, что недалеко отсюда, недалеко от Кремля, есть центр посвященный изучению еврейта израиля и ведения, при поддержке российского правительства. Я выразил также надежду, что со временем количество говорящих на еврейте в России станет сопоставимо с количеством говорящих на русском языке в Израиле. Но это займет еще какое-то время. Но подобного родо-центра это еще одно демонстрация связи и взаимоотношений между нашими странами. А отид потолк вверху. Будущее открыто перед нами. Но мы много говорили о настоящем. Мы обсуждали продолжение контактов между нашими военными силами в регионе. Постоянные контакты, которые, во-первых, предназначены для того, чтобы избежать каких-то проблемных инцидентов, а с другой стороны, обеспечить успех в борьбе с общим врагом с международным терроризмом. Поэтому мы говорили о контактах международным терроризмом. Мы, в любом стране, в любом стране, как ислам и терроризмом. Мы долго и подробно обсуждали тот вызов, который фактически брошен всему культурному миру. Вызов, который брошает радикальный исламский террор. Господин Президент, Ваше решение положительно ответить на мою просьбу и на просьбу начальника генштаба армии Израиля вернуть в Израиль танк со времен знаменитого боя в султан Якуб, показывает те глубокие интимные отношения, которые есть между нашими странами. Это гуманитарный жест доброй воли, который очень оценен у нас. Для семьи, члены семьи которых пропали без вести в этом бою, которые были в этом танке. В течение десятилетий у них нет могил, который они могут посетить в память о своих близких. Мы, естественно, не оставляем наших солдат пропавших без вести. Мы продолжим попытаться искать и понять, что произошло с ними. Но в этот момент я хотел бы поблагодарить вас, от имени всего нашей страны, от имени нашего народа, за вот этот жест доброй воли. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас за очень теплый прием, которого вы достоились, и я, и моя супруга, и вся наша израильская делегация. Панену ла-атид. Наш взгляд в будущее. Большое спасибо. 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 А мы все-таки продолжаем на русском. Пожалуйста, российские СМИ, агентство Интерфакс. Вот хотелось бы услышать... Какова судьба наших проектов по доставке энергоресурсов по Дну Черного моря? Есть ли перспектива все-таки их осуществления? Или вопрос закрыт окончательно? И как вы относитесь к заявлению Польши, решившей отказаться от нашего газа по истечении действующего контракта? Спасибо. И вы здесь при чем? Не при чем, просто энергетика интересует всех и все страны. Спасибо. Нет никаких законодательных ограничений на участие российских компаний в разработке и в газовых проектех в Израиле. То, что ограничило и замедляло развитие наших газовых месторождений со всеми компаниями. Это была проблема провести решение, которое позволило нам расширять и разрабатывать наши газовые месторождения, неважно какими компаниями. Мы смогли решить эту проблему. Поэтому наша дверь открыта для всех компаний, со всех стран, которые имеют огромный опыт по развитию газовых месторождений, конечно же, включая и Россию. Значит, у нас был проект доставки нашего российского газа в Израиль. А я лану проект лего валат газ Тив и Русси ле Исраэль. До того, и мы обсуждали с израильтянами, с нашими партнерами, эти возможности. В ано сухахну им амитима Исраелим шелану баносе азе. Ну, после того, как на шельфе наши израильские друзья нашли собственный газ, вот этот проект, он как бы сам по себе исчез, это естественно. Но сотрудничество в энергетике возможно. Один из них небольшой, но тем не менее, это вот оснащение социального транспорта в Израиле жиженным газом. Израиль продвинулся в технологическом отношении здесь очень хорошо. Нам будет полезно это сотрудничество для того, чтобы внедрять соответствующие технологии у нас. Можем... Мы изучаем возможности сотрудничества по другим направлениям. Здесь все возможно. Что касается экспортных маршрутов по дну Черного моря. Есть известные трудности политического характера с Турцией, это известно. Но мы окончательно не отказывались ни от одного из проектов, ни от Южного потока, ни от Турецкого потока. Нам нужна только ясная позиция Еврокомиссии. Ясная, понятная, однозначно понимаемая. Мы шутофим шелану, ану цирхим лекабэлем дабрура у мувана, шенитан лавинута. Этого нет пока, ни по одному из этих проектов. Что касается отказа Польши от нашего газа после завершения контракта. Наши партнеры, участники экономической деятельности, на корпоративном уровне пока ни от чего не отказывались. Заявление, о котором вы говорите, было сделано чиновникам высокого уровня правительства. Но компания, которая у нас покупает, государственная, поэтому мы исходим из того, что это возможно. Газпром, как мне вчера только доложил председатель правления Газпрома господин Миллер, изучает возможности, намерен в ближайшее время осуществить предложение, оферту сделать любым другим партнерам, и польским, и европейским, и каким угодно другим. Приобретать сегодняшние объемы, которые мы направляем для Польши, на белорусско-польской границе после окончания контракта, заключив новый контракт на 10-15 лет. Газпром Это могут быть и польские компании, немецкие, австрийские, итальянские, французские. Нам все равно. Кто-нибудь, я думаю, докупит. Если нет, ну, будем искать другие рынки, ничего страшного. Газпром, это могут быть и польские компании из Польши, из Германии, из Австрии, или из Царфата. Это не важно. Газпром, это могут быть и польские компании, которые будут продавать этот газ в Польшу. Я хотел бы только добавить в продолжение вашего вопроса, чтобы было понятно. Еще раз. Энергетические российские компании, я их призываю участвовать во всех конкурсах, которые будут на эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok